Сага о Винланде Человек прислал мне фото козла, я вроде бы не говорил, что люблю козлов Что? Макото Юкимура Сенсей, автор и мозг, стоящий за сагой о Винланде Сейчас он один из самых уважаемых мангак в индустрии И я хотел узнать, как он к этому пришел Да Ее мы тоже не смотрели Пока не добрались Вы знаете, что делать Вы знаете, что делать Рулетка в описании нет рулетки Ну, короче, на бусте подписывайтесь, а там узнаете, приходите смотреть Я увлекся мангой настолько давно, что я уже не помню, когда это случилось Без каких-то причин она мне просто понравилась В средней школе у меня спросили Каким человеком ты хочешь стать в будущем? Кем ты станешь? Хотя все, чего я хотел, это стать мангакой Я пошел в старшую школу, не имеющую отношения к рисованию Я очень жалел об этом выборе Я понял, что так не пойдет Если я не стану мангакой, это будет упущением Тогда мне было 16 лет, и я был в этом убежден Это достаточно стандартный путь для Знаете ли, в 16 лет редко кто убежден, что ему подходит какой-то определенный тип Ну да В 16 лет обычно многие не знают вообще, что они хотят по жизни делать Мангаке Я приходил ко многим мангакам и становился их ассистентом Я наблюдал за их работой В молодости я часто так делал Некоторые родственники посмеялись надо мной, когда я сказал, что хочу быть мангакой И все-таки они меня поддержали Я очень им благодарен Но когда я рассказал им об этом впервые Они все подумали, что я так пошутил И стали надо мной смеяться И я сказал им, что никогда не забуду их смеха в тот день Я был нахальным ребенком, да, вот таким Ну по факту же он и не забыл Ну да Я тоже В саге о Винланде и странниках я пишу об одном и том же Они на самом деле похожи Все, что меня в действительности интересует, сводится всего к трем вещам Это жизнь, смерть и любовь Мне интересны только они Я думал, что смогу рассказать о них в мире странников Но не получилось Немногие читатели поняли, что я хочу донести Поэтому я создал мир, в котором рассказывать об этих темах намного проще И именно это я сейчас и делаю Жесть какая Сага о Винланде рассказывает одну из самых человечных историй, что я смотрел или читал Она пронзает душу своим посылом и темами И я хотел знать, что лежит в сердце всего этого Я определяюсь с тем, о чем хочу рассказать в манге И двигаюсь от этого в обратном направлении, придумывая сеттинг и мир Я терпеть не могу драки Всякие жестокости кажутся мне слишком страшными Но чтобы донести А в итоге-то у него их, я так понимаю, немало Ну, он это использует как художественный прием Ну да Прости мою мысль Мне нужны были викинги, они не тратят время на разговоры Просто он использует это как рассказ А не как жестокость ради жестокости, ради зрелищности Да Как некоторые делают Мы тоже сагу не читали и не смотрели Я даже не знал, что это за аниме и вообще о чем оно Но сейчас вижу кадры и я уже заинтересовался Ти, мою мысль Мне нужны были викинги, они не тратят время на разговоры Они отправляются в другие места, чтобы убивать и грабить Есть многое, очень многое, что я мог бы о них написать На темы жизни, смерти и любви Нет других людей в той же степени лишенных любви, как они Поэтому они были лучшим, наиболее подходящим материалом для этих трех тем По-моему, викинги были очень крутыми Да, они были очень крутыми, это тоже важный фактор Мы воспринимаем насилие как нечто крутое И я подумал, что мы не должны игнорировать этот факт Мы понимаем, что насилие – это плохо, но в то же время круто Я решил писать о викингах, в том числе поэтому Война – это полнейшая глупость Эта глупость на множестве уровней С какой стороны ни посмотри, это никчемнейшая вещь Чем больше у человека власти, тем с большей вероятностью он примет решение воевать И они всегда говорят, что выбора не было Я считаю, что выбор есть всегда, но не знаю, как об этом сказать Это очень сложно сделать Я хочу рассказать об этом людям посредством манги Но никак не могу сделать это убедительно Это сложно Именно в этом и проблема Донести до людей свои мысли иногда очень тяжело И всегда найдется человек, который все равно скажет Нет, другого выхода нет, кроме как идти, отвоевывать или забирать эти земли силой Да, типа ты убьешь или будешь убит, завоюешь или будешь завоеван и т.д и т.п Да Знаем мы это все Всегда найдутся люди, которые будут это утверждать и говорить, что других вариантов нету В подавляющем числе случаев, если я пытаюсь писать о войне, то я пишу о насилии О чем еще я пишу, пожалуй, могут ли люди измениться? Изменить себя так, как тебе этого хочется Возможно ли это? Я верю, что это возможно Этот рост и способность меняться дает людям надежду Может быть, завтра мы сможем то, что не можем сегодня Может быть, завтра мы осмыслим то, что не получилось сегодня и справимся лучше Если мы никогда не будем меняться, то ничего никогда не станет лучше Я хочу убедительно написать о том, что мы все можем измениться Ну, блин, человек, в принципе, на протяжении всей своей жизни все время меняется И человечество тоже Это нормально Возможно, кто-то из тех, кто будет смотреть это видео Считает себя худшим в мире человеком Если вы можете почувствовать рост и перемены, когда читаете сагу о Винлэнде То, возможно, вы тоже сможете измениться Эта история примечательна в том числе своими персонажами Торфин, Аскелат, Принц Кнут, Торкель В саге о Винлэнде одни из самых интересных персонажей, что я видел в аниме и манге Что? Ну, аниме рисовка прям офигенская, мне нравится Что требуется, чтобы изобразить таких персонажей? Интересно слушать его Просто в плане того, что он получается Он сам точно не знал, к чему конкретно придет его персонаж И каким он у него получится в итоге Через какое-то время То есть для него это тоже была история, которая неизвестна Когда ты делаешь линючую вещь в ангоинге, так частенько случается Когда он не смог отомстить и потерял Аскелада, мне было понятно, в каком состоянии он окажется Отсюда я пошел в обратном направлении, мне нужен был кто-то, кто поможет ему Восстановить его психическое состояние Кто-то, кто на все смотрит Затек С положительной стороны Эйнар в каком-то смысле Как бы это ни прозвучало Персонаж, созданный для Торфена Он получил такой характер специально для Торфена Так же, как и Эйнара, Аскелада я тоже создал специально для Торфена Я был не до конца уверен, как же Аскелад все-таки относится к Торфену Вполне возможно, что Аскеладу было бы плевать, если бы Торфен умер в любое время в любом месте Но когда его жизнь подходила к концу, когда он был на пороге смерти Он не позволил Торфену последовать за ним И я не ожидал от него этого, пока не приступил к этой сцене Это были слова самого Аскелада Ну, кстати, ты знаешь, что иногда при описании вот таких кульминационных сцен Как бы продумывается несколько вариантов событий Ну, логично А иногда редактор такой Это херня, давай ты вот так вот, будет как-то по-другому Вот этот персонаж умереть не должен, а вот этого можешь впустить в расход Ага, типа, он слишком популярный, его слишком любят, да? Ну, или ему со стороны просто вине, что это противоречит какой-то логике повествования Я не могу воспринимать их иначе Этому остается лишь удивляться, но это было сказано самим Аскеладом И даже я сам не знал, что это случится, пока не дошел до этой сцены Это был необычный опыт, мне это хорошо запомнилось Роль, которую я отвел Аскеладу вырастить Торфена, заменив ему погибшего отца Так что всему, что Торфен знает, он научился у Аскелада Он узнал у Аскелада, что такое насилие Поэтому Аскелад холоден и жесток Чем он холоднее, тем лучше, но в то же время он отец Добрый отец, заботящийся о Торфене Он ведет себя холодно, но по-отечески Эти черты должны уживаться вместе Обычно это было бы невозможно, но я должен был это сделать и сделал И в результате противоречивый характер Аскелада превратил его в великолепного персонажа Забавно это говорить, но отношения... Что-то противоречие, я вот недавно прочитала целую трилогию книжек У главной персонажки постоянно были противоречия Я думала, я прочту весь цикл Я прочитала весь цикл, но к третьей книге Она меня настолько задолбала К сожалению, это была протагонистка Она меня настолько задолбала, что я... Я так говорю, господи боже, да уймись ты уже Прими какое-нибудь одно решение А в конце концов она поступает Она поступает совершенно неразумно Лишь бы поступить не так, как ей сказали Попадает в ужасную ситуацию Совершенно отвратительнейшую, в которой она должна была умереть И выживает просто чудом При этом она подвергала риску не только себя, но и нерождённому ребёнку своего Которого она очень-очень хотела Не настолько, видимо, и хотела Ну да Я уже просто её к концу возненавидела Я потому что комментарии прочитала Там просто, блядь, пердак сгорало Да, да Спойлеры, фигойлеры Я тоже об этом такой подумал Потом такой, сейчас сижу, думаю Господи, я, блядь, забуду через неделю, что тут было А когда мы доберёмся смотреть Если вообще доберёмся смотреть её Эту анимешку То, господи, я уже не буду реально помнить В основном, что происходило А, вот о чём говорилось И событий там же до хрена один фиг Между отцом и сыном часто встречаются в моей работе У меня самого есть трое сыновей Я отец и сын Когда-то я был ребёнком, а теперь я сам отец Пожалуй, именно когда я пишу об этих отношениях между людьми Я чувствую себя увереннее всего И поэтому они у меня часто встречаются Гигуксан, у вас есть дети? Ни одного нет Мне... Тридцать два года Он такой задумался, сколько? Сколько же мне лет? Молодо Мне... Тридцать два года О, вы ещё молодо? Мне там сидит такой ненамного старше выгодно Или вообще не старше? На них смотришь и ты такой думаешь А кто из них старше? Да-да-да Но судя по всему Автор саги о Винланде постарше Ну Ох уж эти азиаты Спасибо большое Когда... У меня появились дети, со мной произошла одна перемена Когда у тебя есть дети Тебе приходится повзрослеть Я едва ли могу назвать себя взрослым Я всю жизнь только и делал, что читал и писал манго Не думаю, что я смог бы изобразить торсы или скелада Не будьте меня детей Сейчас идёт показ второго сезона Я читал манго и знал, что тон истории заметно изменится И я думал, что должно быть потребовалась огромная храбрость Чтобы не побояться, что зрители перестанут следить за историей Аниме обладает невероятной способностью Привлекать внимание и новых читателей Это поразительно Я очень этому рад Благодаря аниме у меня появилось много новых читателей Многие не понимают, что такое авашки И какой у них толк В авашках, которые выходили, по крайней мере, раньше Некоторые, так сказать, экранизации Особенно... Ну, они могут быть разной степени качества Они выходят лишь для того, чтобы привлечь внимание к манге Ну, да Поэтому, видимо, первая экранизация Джорджу была такая Ну, возможно, да И поэтому мы, собственно говоря, увидели много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-да-хуя-короче Грёбаных первых сезонов, многих интересных аниме И не увидели вторые сезоны Либо увидели вторые сезоны через десятки лет и войны я просто не мог не написать арку рабства мне было очень страшно я даже был готов к тому чтобы издатель пресс-караста сработало по крайней мере допустим с я требую я ой а я ж мангу прочитала там еще с парой такого же рода манг с это с дегрэменом которая все равно потом дропнула сил публикации но я не важно я даже был готов к тому чтобы издатель прекратил публикации но я не мог поступить иначе я написал о том о чем должен был написать и мои фанаты меня не разочаровали сцены битв встречаются редко не происходит почти ничего захватывающего но мои фанаты все равно продолжали читать после этого я действительно начал еще больше верить в своих фанатов я люблю вас верить не свою историю свое мастерство а своих фанатов был счастлив у меня было чувство что я могу написать о чем угодно я люблю вас конечно пока я был там я должен был узнать что заготовлено на будущее это последняя арка когда я закончу писать винленде сага подойдет к концу я достаточно написала прошлом мне снова хочется писать о будущем и причина в том что сейчас нам всем очень интересно что же будет с нами в будущем и говоря мы нам всем всегда людям всегда интересно что с ними будет в будущем и читать о будущем тоже интересно главное как оно написано неважно будущее прошлое просто если интересная захватывающая история она интересна и я подразумеваю все человечество что с нами станет через 50 лет это не такое уж далекое будущее мы с вами до него доживем будущее меня очень беспокоит и еще меня беспокоит что случится с детьми когда их покину я хочу написать что-нибудь о будущем спасибо огромное что уделили время и пришли сюда сегодня хотите что-нибудь сказать зарубежным фанатам спасибо я люблю вас спасибо вам что не бросили меня я смог написать 26 томов исключительно благодаря вам я очень счастливый человек меня многие любят и я чувствую вашу любовь постоянно спасибо вам не счастливый а удачливый писать сагу о винлэнде было огромным наслаждением и все благодаря вам спасибо прежде всего когда кадры видела рисовка понравился сейчас еще когда-то раньше видела это као я хочу смотреть это рисовкой кайсанцы привет надеюсь вам понравилось видео это было потрясающе ребята спасибо и кимури сенсей за то что согласился на встречу это один из самых приятных людей которых я встречал полное видео на моем втором канале если хотите переходите на канал гарнт или жмите ссылку в описании еще хочу поблагодарить twin engine за то что помогли устроить это интервью и конечно если вы об этом не догадались это видео снято потому что прямо сейчас идет второй сезон саги его можно прямо сейчас посмотреть на кранч роли и на нетфликсе сделайте себе одолжение сделайте это промоушен я смотрю этот сезон интересно вам честно сказать это лучший сериал прошлого сезона в общем большое вам спасибо прекрасного вам дня я гигок и увидимся в следующий раз спасибо за просмотр на интересно было послушать хоть мы и вообще не в курсе были о том что что это и с чем это едят создательный действительно такой приятный мужичок спасибо за просмотр увидимся